Конечно, как я уже отметил, без господдержки на различных уровнях, различных детей власти мы не сможем достичь результата. Поэтому вы знакомы с теми механизмами, которые заложены в федеральной целевой программе развития внутреннего туризма. Я не буду останавливаться на этих механизмах. Федеральная целевая программа, вы знаете, реализуется с 2011 года. Объем инвестиций – 332 миллиарда рублей. И вот как раз мне тоже удалось посмотреть накануне проект «Ярославское измоле» и «Донатик». Одно дело слышать, а другое дело видеть. Мы проехали, посмотрели, в том числе вышли в ОГУ, дошли до Рыбинского предохранилища. Это очень колоссальный проект возле мультфенциалов. И я очень рад, что сейчас «Ярославская область» выходит с инициативой включения этого проекта в федеральную целевую программу, потому что именно такие проекты, именно такие программы должны поддерживаться. Что касается продвижения, следующий очень важный аспект, который также нашел свое отражение в федеральной целевой программе – продвижение квестического продукта. С моей точки зрения, мы здесь серьезно не дорабатываем, потому что стоит только объявить, мы знаем такие примеры, стоит только объявить о наличии дестинации, о наличии интересного туристического продукта в музее. И сразу увеличивается количество посетителей, значит, сразу появляются новые рабочие места, я постоянно подчеркиваю, увеличивается налоговое поступление бюджета, прежде всего в муниципалитетах. Вот мы недорабатываем с точки зрения продвижения туристических продуктов, к сожалению. И с этой целью мы договорились, что в рамках федеральной инвестиционной программы будет создана антизервная информационная система, объявили соответствующий конкурс, на следующий день мы должны открыть конверты с тем, чтобы определить победителя. И мы считаем, что вот такой единый инвестиционный портал, который, я надеюсь, объединит большинство существующих ресурсов в туризме с поддержкой на федеральном уровне в рамках ФЦП, позволит донести конкретные туристические продукты вплоть до уровня, от уровня муниципалитета до конкретного потребителя, скажем так, уступка и в России до рубежа. Мы создали некоторое время тормоза совместной продукции новостями, вы знаете, что это ведущие информационные агентства Российской Федерации, Russia, Deutsche Travel, и надеялись, что мы быстро его разовьем, объединяем в том числе информационные потоки туристских и продукционных центров, объединяем туристские информационные потоки муниципалитетов и субъектов.